и потом вырастешь будешь смотреть на себя и скажу бабушка зачем ты меня выкладывала такого не было представь себе что ты хорошая девичка откуда у тебя столько сил на рано это видео я снимаю видео спой и расскажи стихотворение расскажи стихотворение дочь на рано здесь ложку ложку как на рано ищет ты это видео скажи привет я вижу вокруг солнца орел я не знаю увидите вы или нет может быть и нет так с этой точки может быть ой поэтому я сделала маникюр подарок на 8 марта я дорогие привет я к вам вернулась прибавила 20 лет благодаря еще и цвету волос так в общем короче говоря но обратно закрашивать в черный я не буду я наберусь терпения отращу вот эти рыжие концы буду отращивать свой черный обесцвечивать его тем же средством что я обесцвечивала до этого тем эффективным средством смотрите мое видео буду тонировать ну нейтрализовать белизну желтизну так у меня зубы не в крошках я потому что пью кофе в общем вы будете меня видеть такой наверно скорее всего если что-то такое не произойдет экстраординарное ну и я о своей внешности не столь высокого мнения чтобы дорожить красотой приятным видом в общем короче что накрашенная страшная что не накрашенная вот поэтому терпите так что произошло за это время за этот месяц ну в общем камера сломалась валялась валялась у меня я все никак не решала не могла решить куда ее сдать в ремонт ну вернее искала поезд содействовал но поскольку я денег не зарабатываю живу на дотациях родственников ну вернее я конечно у меня есть очень небольшой доход с ютуба его хватает наверное чтобы интернет оплачивать по моему не больше ну за счет того что я несколько месяцев не снимала эти деньги со своего кошелька мне хватило чтобы выкупить заказ арифлейм один тот самый на 3 306 который я показал на своем арифлеймовском канале вот так что можете примерно рассчитать сколько я получаю в месяц с ютуба так м что я какую то мысль не закончила да я должна была найти мастерскую куда могу сдать в ремонт и в общем надо было туда и нести потому что там вроде как в группе в контакте была за за схожую ситуацию 700 рублей сумма написано мелькало и ну я и так и приготовила 700 рублей платить как вдруг я подумала а вдруг это гарантийные случаи и может быть в гарантийной мастерской сделают ремонт лучше и дешевле а то и признают это гарантийным случаем но в общем и нашла гарантийную мастерскую понесла туда там естественно нашли в камере песок но о чем мы с вами уже знали что в камере песок поэтому объектив сломался поэтому пятнышки были на изображении да вы помните и они сказали что ремонт стоит 1600 я говорю я была поражена потому что это более чем в два раза выше того что я ожидала заплатить ожидала услышать и они сказали ну ладно мы вам делаем 200 рублей скидочку 1400 заплатить так легко 200 рублей так сбросили и я повелась потому что что я думаю ну сейчас я пойду откажусь заберу этот меня заставит за экспертизу как это не экспертиза а диагностика за диагностику заплатить потом я попросу на в ту мастерскую которую я нашла в контакте и там окажется что ремонт не менее дешев а тут вроде бы скидочку делают за диагностику денег не берут ну в случае если я соглашаюсь на ремонт платный в общем короче говоря а я сказала да и вот получила свою камеру сразу не стала снимать видео мне так столько раз хотелось на улице достать камеру снимать виды тут у нас снег выпадал в марте такой вот рекордный ну как обычно собственно говоря то есть выпала норма выпала осадков столько превышающую норму доля осадков за несколько ну рекордная за несколько лет вот теперь сейчас снег стаял но все равно холодно на улице отвратительная погода хотя очень солнечно все равно виды красивые вот здесь у нас в 140 а квартале все время хочется мне противоположную сопку снять такую покрытую ну не то чтобы как у маяковского крышка но такие домики там в общем усыпанные но не до вершины ну вот так вот в ложбиночке красиво стоят деревянные домики очень красивая картина и когда зима заснеженная и когда снег сошел все равно очень красиво все таки у нас в Бурятии очень солнечные солнечные районы солнечный регион вот вот но ламы снимать держать в руках камеру не хочется руки морозить кожа страшно сохнет да это кстати подарок на 8 марта от невестки маникюр шелак она привела свою подружку подружка сделала маникюр вот я просила к платью сделать к своему и делала к случаю в общем нас пригласили на Милан Милан это празднование годика ребенку а мы ходили и я к тому платью в котором ходила сделала такой маникюр ну девушка ее зовут Байерма она сама решила такое сделать в общем здесь вот такой цвет участвует а вот такой цвет участвует розовый здесь бежевый и покрыты такой зеркальной пылью амальгамой я бы это назвала вот на другом на другой руке немножко асимметрично стразики сделаны безымянно вот видите как у меня руки на что похожи вот экзема разразилась с новой силой в общем короче жалею что из Вьетнама уехала потому что ну мне кажется это повлекло лишние расходы нежели если бы я там оставалась хотя с другой стороны может быть ну сейчас невестке одной может быть проще в плане того что меньше расходов на ее иду так все таки мы в два раза больше съедали ну в общем не знаешь на чем сэкономить на чем разориться придется вот так уже 8 минут болтаю и все и все ни о чем да в общем за это время пока меня не было мама стала еще менее подвижной что конечно всех нас очень сильно огорчает ну как бы уже это происходит несколько лет ну считая наверное седьмой год мама болеет и стабильно неуклонно ее состояние ухудшается конечно облегчение приносит то что ничего нет ничего не болит боли ее не мучают что нет онкологии но в общем физическое а главное что психологическое эмоциональное состояние неуклонно падает вниз без особых пиков вот так вот ровненько вот я теперь уже раньше если сестра за мамой ухаживала в основном я так эпизодически когда есть время приезжаю теперь у меня уже есть строго свой день когда я беру на себя чтобы облегчить сестре немножко жизнь ситуация все таки работает на двух работах ну она видите более энергичная чем я она не может сидеть на месте я так как кисель могу распластаться по дивану и вообще не двигаться сестра вообще не может сидеть на месте совсем и всегда вокруг нее кипит вся жизнь и она всегда центр вселенной своей собственной вокруг нее все вращаются семья вокруг нее и уже в этот водоворот и вовлечены и мои дети и родители ну и я тоже можно сказать хотя я да и она наверное с этим согласится представляю собой некий такой отдельный центр собственной вселенной вот так ну все наверное вот этот коротенький влог короткое включение сделаю без монтажа без монтажа включу да хотелось еще на заметку взять там мои вьетнамские видео которые я кстати говоря пересматриваю с огромным удовольствием но и правда редко приходится это делать нет времени а в общем меня как бы чуть-чуть опустили скажем так сказали что я плохой кофе купила ну и вообще покупки мои дурацкие что 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 то она как эта зрительница купила лучше но потом мы перешли на доброжелательный тон в принципе все таки первая такая ну в общем я хочу короче сказать что кофе отличный я без всякого лукавства и не подумайте что я не разбираюсь в кофе я люблю кофе я в нем разбираюсь и у меня есть свои кофейные пристрастия в общем кофе хороший который именно который я купила который себе оставила кофе на котором написано какао то есть с ароматом какао очень вкусный потом в нем высокий процент маслянистость в общем ладно не буду какой-то ерунды наговорю нет я нисколько не сожалею вот вот и обычно я покупаю молотый кофе ну потому что чтобы покупать кофе в зернах нужно купить еще и кофемолку а они ломаются за мою жизнь я пару кофемолок кажется сломала и в общем хотя они стоят недорого я как-то все время воздерживаюсь от покупки кофемолки не то чтобы это принципиальная позиция нет я обязательно приобрету но как бы это она всегда на второй план отходит второстепенная вещь всегда находятся более первостепенные покупки вот так так я сейчас на данный момент осталась без вот этих фильтров кофейных вьетнамских потому что раздарила вот у нас был сагаловым праздник новый год по умному календарю там вот нельзя без каких-то сувенирчиков и поскольку я была во Вьетнаме я своим самым дорогим близким людям должна была что-то преподнести оттуда сувенирное пусть недорогое пусть мелочь но от души уникальное вот так что я свои фильтры раздарила которые себе планировала и туда в Актюбинск отвезти так что купи пожалуйста если сможешь купил парочку фильтров пару-тройку так так что еще что еще что еще ну все я сказала значит я буду продолжать снимать видео о Бангкоке потому что о Бангкоке о Вьетнаме потому что есть что сказать много чего не договорено там была просто хроника просто съемки которые я выкладывала ну такой вот просто материал без особого без особого монтажа режиссуры если можно так выразиться вот и комментариев а теперь я буду такие тематические видео делать но об этом я наверное говорила уже слава Богу звук в порядке камера в порядке не в порядке внешность ну ладно наверное это не главное хотя конечно очень важная составляющая ну ладно я всем вам желаю красоты здоровья гармонии с собой найти свой образ и чтобы ну тот который вам заставляя который вам приносит удовольствие заставляет чувствовать себя придают сил в общем заставляет чувствовать себя комфортно заставляет почувствовать готовность свернуть горы так что здоровье сказала все счастье и удачи с вами была Аюна Коновалова ставьте лайки подписывайтесь на канал будьте со мной до следующего видео всем пока до следующего видео